ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Минфин предложил создать единую базу данных с информацией обо всех заключенных договорах ОСАГО и КАСКО. Обратиться к ресурсу сможет, например, гражданин, желающий приобрести поддержанный автомобиль, чтобы узнать, были ли страховые случаи. Правда, за это придется заплатить. Сколько именно, пока неизвестно. Безвозмездный доступ к базе получат правоохранительные органы, суды и Центральный банк. ТРАССА СТО ОДИН Сотрудники ГИБДД в этом году полторы тысячи раз сообщали о том, что их пытаются подкупить. Эти данные озвучил глава МВД Владимир Колокольцев. С другой стороны, по его словам, сотрудники собственной безопасности ведомства выявили две трети взяток, полученных автоинспекторами. Главный полицейский страны заявил, что будет нещадно бороться с гаишниками-мздоимцами. В России существенно вырос спрос на электромобили. С января по сентябрь этого года наши соотечественники приобрели аж 66 таких машин, что почти на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Самые популярные электрокары – кроссовер Tesla Model X и лифтбэк Tesla Model S. Первый стоит минимум 12 миллионов рублей, второй – около 8 миллионов. Далее идут Nissan Leaf, Renault Twizy и Mitsubishi IMF. Более половины из них были зарегистрированы в Москве. ТРАССА СТО ОДИН Стали известны машины, достойные звания «Автомобиль 2017 года в России». Список сформирован на основе опроса автовладельцев. В номинации «Современные автомобили» лидерами стали Volvo XC90, BMW i8 и Audi Q7. В категории «Семейные автомобили» лучшими признаны Volkswagen Multivan, Subaru Outback и Lada Largus. Последние вместе с Renault Logan и Gazelle Next – фавориты списка рабочих лошадок. Еще в одной номинации «Надежные автомобили» в первую очередь отличились Subaru Forester, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry. Компания Ford в ходе опроса выяснила, что основная масса российских водителей старается избежать конфликтов на дороге. Каждый четвертый автомобилист может ругать нерадивых шоферов, но никаких активных действий не предпринимать. Каждый пятый респондент заявил, что обязательно догонит подрезавший его автомобиль и объяснит его водителю, что не так. 75% автолюбителей считают себя вежливыми на дороге. Более 90% в знак благодарности едущему рядом включают аварийку. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok